приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем изобилие и достатке сегодня в этом видео мы уделим внимание сегодняшнему воскресенье 19 декабря всех поздравляем с праздником святым николаем пусть в этот день все ваши мечты все ваши желания обязательно исполняются обязательно поди поговорим об этом дне что сегодня нас ждет на что обратите обязательно внимание и как провести этот день чтобы в вашей жизни было изобилие достаток и благополучия поэтому взяли просмотрите это видео от начала до конца итак сегодня у нас с вами друзья воскресенье не просто воскресенье а 19 декабря когда энергии этого дня идеальны не только для очищения себя но и пространство в целом поэтому сегодня 19 декабря обязательно очищаемся медитируем и наполняемся благоприятной энергией рекомендуем сходить в баню в спа-салон по также сесть на диету эффект будет устойчивым сегодня благоприятно поститься и молиться избавляться от вредных привычек а также старых вещей разбирать гардероб документы шкафы и полки и сегодня идеальный день для приобретения ценных вещей но в этот день не стоит открывать бизнес вступать в должность отправляться в деть в длительные путешествия переезжать и устраивать свидания сегодня в благоприятные часы а это с 11 часов 15 минут до 12 часов 45 минут которые нейтрализуют плохие влияния дня и приносит положительную энергию поэтому в это время обращайтесь за помощью этот день не подход для активности рожденным в год козы вы знаете сегодня 19 декабря невероятно возрастает энергия и от нее буквально искрится воздух где дело в том что люди сегодня будут вводить друг друга в заблуждение обманывать в тех или иных чувствах и мечтать о несбыточном поэтому сегодня сдерживайте эмоции работайте над собой иначе вы рискуете на делать глупых и трудно исправимых ошибок все что есть в человеке положительного и отрицательного сегодня будет усиливаться достоинства и недоставки видны будут как через увеличительное стекло ни в коем случае 19 декабря не рискуйте ваши поступки сегодня продиктованы не разумом а обманчивыми чувствами причем самые сильные из них это лень внушаемость податливость и обидчивость любые конфликты будут преданы широкой огласке поэтому ваших же интересах сдерживать себя или за иллюзорное восприятие действительности помешает принять верное решение поэтому избегайте сегодня любых денежных аффирмаций сегодняшние слова к денежных занятий операций и сегодня слова которые помогут вам настроиться на гармонию звучат следующим образом я учусь строить гармоничные отношения я открываюсь для любви и поддержки а наши предки в этот день загадывали желание николаю угоднику в надежде на улучшение своей жизни поэтому очень важно чтобы вы поняли для себя чего вы хотите лучше всего просить у святого то что может вас сделать действительно счастливым при этом просьба должна быть умеренной не стоит просить все и сразу в таком случае небеса ставят просьбу без ответа именно поэтому нужно заранее разобраться в себе и в своих желаниях также важным правилом 19 декабря является хорошее настроение необходимо избегать негативных эмоций сквернословия споров конфликтов с окружающими вас людьми кроме этого категорически запрещено грешить и подвергаться греховным соблазнам таком случае желание не будет исполнена для загадывания желания вам понадобится свеча зажгите 19 декабря перед иконы святого николая далее скажите три раза молитву господу богу отче наш после этого обратитесь непосредственно к николаю угоднику и попросите то что вам действительно нужно делайте это с почтением ко святому не забывайте о том что все ваши мысли должны быть посвященную процессу загадывания желаний и вы знаете главной традицией этого дня являлся поход в храм нужно было отстоять службу держа в руках свечи после этого эти свечи приносили домой и использовали во время молитвы в этот день старались рассчитаться и со всеми долгами попросить прощения у всех также очиститься от грехов после этого уже смело можно было загадывать желание непременно звали в гости тех с кем были в ссоре чтобы попросить прощения кто простит обиды и наладит отношения к тому вскоре удача в жизнь придет и задуманное исполнится отправляясь сегодня в дорогу люди надеялись на защиту николая угодника поэтому выходившему из дома говорили вслед следующие слова никола в путь христос подорожник бог на дорогу никола в путь или микола с нами ложась спать просили у николая чудотворца за защиты от нечистой неведомой силы которая по поверью могла навредить человеку во сне и говорили следующие слова около нашего двора иисусова молитва николина ограда тын медный врата железный аминьем заперты а на хоромах святая вода также сегодня 19 декабря не раздражайтесь из-за мелких неприятностей потому что любой срыв любая злоба и агрессия нанесут вред вашему здоровью также в этот день 19 декабря чистили дом если что-то вашем доме неладно вы чувствуете себя неуютно или часто у вас бывают плохие люди пройдитесь сегодня с любой иконой или горящей свечой говоря следующие слова господи благослови окна господи благослови двери господи благослови стены господи благослови пазы и щели господи благослови печь и трубу чур мое тело чур мою кровь чур мою крещенную плоть во имя отца и сына и святого духа аминь если человек находится с кем-то в ссоре то пойти на примирение желательно на николин день так можно добиться искреннего прощения в этот день нужно искренне попросить святого николая чтобы он помог вам избавиться от всяких болезней николай также помогает тем кто молится о благополучии в семье поэтому рекомендуется посетить церковь и помолиться святому в этот день также православные помогали нуждающимся можно дать милостыню просящему а можно сделать подарок семье с небольшим достатком хорошим делом было бы преподнесение подарком ребятишкам из малообеспеченных семей это стало бы для детишек действительно новогодним чудом считается что николай чудотворец благоволит ко всем кто готов признать свои ошибки и стать на путь истинный святой николай защищает всех детей а потому матери в этот день у икон молятся о здравии своих детей перед сном вы можете загадать желание в и во сне обязательно будет знак который скажет вам о том сбудется ли этот или ваше заветное желание также запрещено было грустить в этот день в противном случае зимой произведет какое-то плохое событие которое принесет много бед нельзя отказывать и в просьбе нуждающимся иначе очень скоро можно оказаться на их месте запрещено и оставлять посуду не мытой а пол грязным в этот день если ослушаться этого совета наших предков то в жизни может настать черная полоса также не рекомендуется 19 декабря стричься и бриться 19 декабря нельзя было совершать недобрые поступки а также осуждать кого-либо и ссориться николу зимнего принято встречать весело и радостно готовясь к предстоящим новогодним праздником вечером 19 декабря можно собраться большой и дружной компании чтобы обсудить место меню развлечений и количество празднующих предстоящие новогодние и рождественские дни а также распределить обязанности желательно это делать за ужином не забывая о запретах в еде во время рождественского поста не следует гостям 19 декабря приходить в дом с пустыми руками особенно если есть в таком доме дети им нужно подарить много сладостей игрушек книг чтобы они весь год были веселые и счастливые единственное условие дарить нужно от души искренняя щедрость и бескорыстия будут отмечены святым николаем он подарит такому человеку много приятных сюрпризов нельзя в день николая чудотворца и ходить в должниках 19 декабря нужно обязательно отдать все взятое и тогда по народным приметам в будущем все материальные проблемы пройдут вас стороной тот же кто не прислушивается к народной примете и нарушит этот запрет целый год проведет в нищете также от 19 декабря откажитесь от тяжелой и ответственной работы примеру нежелательно начинать ремонт в доме даже рукоделие для женщин было в этот день под запретом а вот от каждой каждодневных дел конечно отказываться не нужно было